Пахнет миссмахером. Он, кстати, умер в Европе. Так и пахнет. Загнивающий капитализм? Раз, раз. Не пидорас. Есть сомнения. Так проверяют микрофоны. Татьяна. Вы просто не были никогда на сценах, в группах и не подходили к микрофону и говорили раз, раз. Ты предоставишь мне такую возможность быть частью группы? Да, это же будет как раз. У тебя дебют будет. Я очень переживаю, волнусь. Или когда у нас? 27-го. Здравствуйте. 27-го, ребята, Таня будет петь. Ну, я надеюсь. Пашину песню. Она нет, это не совсем моя песня. Мы не будем говорить такую песню, потому что я надеюсь еще съехать все-таки. Я надеюсь этот момент, когда, знаешь, как Пашни, на лекцию приду, петь не могу. Я права не в голосе. Да вы правы и не в лице. Пойдем ходить. Пошли отсюда. Мы находимся, в принципе, на районе, потому что чудесная кофейня парадная, дом старухи-проценщицы. А это вот он. Это он. Ну, как считается, что официально он, да. Но есть определенные сомнения, я об этом рассказывал миллион раз, сейчас мы этого касаться не будем. Куда мы с тобой идем? Я тебя зову пить, гулять, кутить. Я буду кутить. Мы идем с тобой в ресторан закрытого типа, потому что, как и все, что со мной связано, должно быть наглухо закрыто. Ну ладно, не такая, что закрыто, как выясняется. Ресторан винотека. Тре бикьери называется. Тре бикьери с итальянского. Три бокала это переводится. И три бокала это наивысшая оценка вина. Три бокала. И поэтому, соответственно, мы идем в этот... Он есть в Москве, они же, эта группа. И ресторан без вывесок. Поэтому, соответственно, о нем мало кто знает. Но теперь есть такая возможность. Я придумал для них такой слоган совсем для олдов и старых пердунов. Учкуду, три бокала. Шуточки. Ну ладно, ладно, начали неплохо. Мне всегда нравится, знаешь, когда заведение располагается напротив храма. Я же тебе уже, по-моему, говорила, что как я не знаю язык. Эксплике. Сильвупле. Ну, обыкновенно ты всегда выбираешь, понимаешь? Вот смотри, у тебя налево... Покажите нам эту чудесную панораму. Налево пойдешь, в храм поподьешь. Никольский боговиненский морской собор. Направо пойдешь? Что ты видишь это? Для тела, для души. Да, для тела, для души. Мне очень нравится твой выпуск, в котором ты ходишь, там рассказываешь про памятник Первой мировой или русско-японской. Что там стоит? Там стоит стелла погибшему броненосцу Александр Третий. Да, я об этом рассказываю, потому что книжка моя про первое время русско-японской войны этому посвящена. Так, а мы же уже близко, да? Да, мы вот... Эта красивая дверь нам с тобой нужна. Прямо вот в доме Виктора Шрётера прекрасно во всех отношениях. Вот эта дверь, я так догадываюсь. Вот, и все, понимаешь? Места знать надо, как говорится. Еще мне нравится... У меня записан номер телефона, естественно, этого заведения. Здрасте. Скучали? Проверка полов, полотеры, печки. Есть гости, чтобы не орала, если что? Да, да. Просто оно поставится и... Что значит происходит? У меня про это заведение есть... Какие полы? А какие? Вот все, какие? Не, ну полы меня больше впосчитывают. Хороши. Вот интересно, это они типа родные или они... А надо спросить у администратора. Да, или они застаривали. Расскажите про полы. Про полы. Вы их состаривали или жизнь? Жизнь, гости. Жизнь, это жизнь. Это траектория движения. В общем, в той стороне находится ресторан. Он на... Я не помню, на сколько там, на 10 посадочных мест или что-то такое. Там просто можно будет подснять, но я не хочу идти, потому что там гости. А здесь, ну а-ля сигарная комната. В теории, это и может быть сигарной комнатой. Но, насколько я знаю конкретно, этот управляющий, который нас с тобой встретила, девушка, не любит, когда здесь курят. Поэтому, соответственно... Я поддерживаю. Я тоже не люблю, когда курят, в принципе, где бы то ни было. Сигарный еще этот дым. И у меня, короче, записан, естественно, номер телефона администратора. И однажды на свидании, опять мои истории за 300, я такая, говорю, пойдем... Ты хочешь на свидание, да? Бывает. Я говорю, пойдем в местечко. Я говорю, правда, ну, она такая, ну, там, что-то, типа, не так часто тут бываю. И один динамик громкий. И мне просто, Татьяна, здравствуйте. Я думаю, здесь настолько, что в винотеке твой номер тоже записан у людей. Понятно. Будем смотреть меню. Знаешь, чем прелесть вот этой мебели антикварной? Ну... Вот это насиженное. Но тебе разве не вот это пает, вот это вот? Слушай, ну, у меня вот на Железнодоводской, у меня там... Я купил четыре стула Тонет 2014 года. Человек мне их отреставрировал, продал. У меня там будет комод, который из Кенигсберга ко мне плыл. Там будет стол, который из Москвы ехал. Слушай, ну, было решено, чтобы хотя бы где-то соблюсти какую-то... Стилистику. Я хотел там и полы оставить, но, к сожалению, они там такие, что... В смысле, я в итоге их оставил, но все равно их пришлось застелить. Вот. У меня была мысль, на самом деле, что-то мне все лень. И здесь, вот на этом маршруте, и там такие эксклюзивные экскурсии на 8-10 человек за большой прайс водить, чтобы потом как раз вот так вот сфинишировать. Потому что здесь потребность. У нас иногда даже общие чаты, которые создают там типа, ребята, давайте постретимся. Потому что собираются люди совершенно разные, но объединенные какой-то общей идеей. И чувствуется, что они вот все хорошие, правильные такие. Ну, правильные с точки зрения там познания жизни. При этом все разные. И вот возникает такая синергия во время экскурсии. И ее вот как бы никто не хочет терять. И я вот думал как раз сделать вот такие кулуарные экскурсии. Ну, пока что-то мне лень. Если честно, да. Вот хотя я уже договорился с моими соседями, где бабуля, там подвал такой. Это соседняя квартира. Привет им большой. Будете в доме старых проценчатых, заходите туда в подвальчик, сделайте им там кассу. Потому что ребята там... А они как музей, или они как экскурсионное бюро? Они же, да, там что-то происходит. Там какие-то рекции, концерты, перфомансы, плюшки, футболки, мерч. Сейчас они какой-то затеяли кросс-промоушн с баром Витя. Потому что они меня попросили опубликовать. Я сейчас забываю о своих субсетках. Хотят добиться, чтобы повисела мемориальная доска, что это дом старых проценчатых. А они же сделали там, они в какой-то конь или какая-то новая скульптура городская. Ну, те... Ну, что-то такое. Я имею в виду, что это же тоже надо согласовывать. Ты же не можешь поставить лебедей, шин, где хочешь. Но есть приколы. Вот я еще не снимал пока эту экскурсию. Но у нас на Чикаловской есть бюст Чикалова на трубе водостучной поставленной. Самопалом поставленной. То есть чел участвовал в конкурсе, его не приняли, он поставил. И когда стали этот сквер облагораживать, что-то типа, что за новодел? А там прямо видно, ну, такой как бы. Ну, жители ступились, оставьте. Это как в Нью-Йорке, есть чудесная история. Там есть бык с натертыми яйцами. Его все трут, и я тернул, конечно. Естественно, естественно. Я каждый раз раскладываю, забываю залезть и посмотреть, что за художник это все сделал. Ночью привез на самосфаль и его выгрузил. И в какой-то момент муниципалитет Нью-Йорка сказал, забираем. Быка и местные брокеры вообще все там округа сказал, вы что, это уже намоленные яйца. Посмотрите, да, его яйца. Блестящие. Блестящие достаток. Да, поэтому вот так. А чего мы как бы вина-то? Мы ждем. Нас побаиваются. Сейчас я позову. Пусть посидеть. Сейчас я позову, чтобы нам дали меню. Значит, в чем здесь суть? Да, давай. Ну, это винотека. А, вот она. Можно меню вину? И суть заключается здесь в том, что здесь можно приобрести вина. И вообще изначально, да, как это было? То есть люди... Что ты хочешь? Ближе. Я хочу везде посидеть. Ты везде хочешь посидеть? Я не буду шутить. Я не буду шутить. Меня мама смотрит эти выпуски, я не буду шутить. И, значит, изначально было так, что здесь можно было приобрести какое-то коллекционное вино. Необычное. Там, я не знаю, да, какие-то особые позиции. Ну, и ценник, соответственно, был таким же. И здесь есть наверняка смысл приходить людям, которые любят вино, ну, и само собой. Тем, кто в вине там не разбирается. Здесь тоже очень круто начать, потому что весь персонал, который есть, они прям, ну, не то, что даже ковисты, а прям, то есть, сомелье-сомелье, у них есть и дегустации какие-то, да, и здесь можно их организовать. Ковисты они не от ковида? Ковисты человек, который продает. И у них, значит, считается, ну, типа, высокая гастрономия, наверное, это заведение можно отнести. Ну, как она может быть высокая, если не в подвале? Я чую, чую, я все чую, Паша. Знаешь, когда в квартиру с старым людям приходишь... То есть, ко мне. Потому что я еще сегодня поплавал, у меня и так синяки под глазами, а тут еще у меня тачков будет, и опять будут писать, что типа, хоребухать. Смотри, люди теряются перед нами с тобой, потому что нам надо три меню с едой. С едой, а надо, да, надо с напитками, поэтому сейчас еще раз хожу. Давай, давай, Татьяна, побегай. Я думаю, что это просто будет, знаешь, что на самом деле? Вода. Я думаю, что это будет бокал игристого, потому что в коктейле... Можно мне красненького? Красненького? А, ну тогда давай, какой-то интересный красненький. Вот мне вчера понравился вопрос, который я понял от бармена. Я говорю, мне вина, красного газа. Он говорит, вам более терпкого или менее терпкого? Я говорю, мне более терпкого. И он мне налил более терпкого, и я был в экстазе. Да? Я тебе вообще могу рассказать. Вчера была история, ну, у меня много всяких историй про частные заказы, но вчера это было вообще огнище. Вот, естественно, не хочу называть там или он фамилией. Я тебя слышу. Ты меня слышишь? В общем, короче, да. Нам дает вина. Это уже не первый раз такое. Один раз меня реально пытались перекупить, и перекупили. То есть я говорю, нет, все, знаете, ребята, я не могу, я там что-то пообещал. Но так получилось, что те люди съехали, а эти об этом не знали. Они говорят, мы готовы заплатить в три раза больше. Я сначала сказал нет, а когда те съехали, я сказал да. Чего бы и нет. Вот, и вчера такая же примерная история. Я ему там выкатил, ну, то есть у меня есть стандартный прайс. Ты так завалированно говоришь? Есть у этого цифры? 65-75 тысяч рублей стоит моя частная экскурсия. Это три часа времени твоего или сколько? Нет, нахуй, какие три часа, поедите в бане. Это полтора-два часа. Хотите, как бы, пожалуйста, вы можете вообще бесплатно прийти ко мне. А есть и такая функция? Есть. Как попасть к тебе бесплатно? В общем, просто позвонить заранее и сказать, можно красного вина? Конечно, такого. Ну, я же сказал, красного. У нас, смотрите, Паша предпочитает, знаете, какую-то купажированную историю, что-то такое с шелковистыми танинами, округлое, полнотелое. Давай ты будешь моим этим, я буду на поводке так приводить в банк. В виноградный день. Слушайте, ну, с учетом того, что мы только сейчас пойдем, нет, давайте не надо ничего плотного, лучше наоборот, что-то повеселее, полегче. Нет, просто, когда один бокал красный, там, накрапывает дождь, тебе нужна песня моя, что ли? Да. Лебединая. Да, да. Нет, давайте что-то веселое, искристое. Веселое, искристое, это, наверное, уже больше шампанское. Я знаю, ну, нет, мой бокал красного будет один, да, ну, может, какой-то пинонуар или что-нибудь куда-то вот полегче. Ну, пинонуары, они, да, действительно легкие, но насчет вот шелковистых танинок, это уже более сложная шампанское вот. Либо... Может быть, Италию посмотрим какую-нибудь? Ну, вполне. Да, мне нравится. Италия. Больполичелл? Я как раз об этом думал, я вот сижу и чувствую. Давайте, я думаю, можно, да, попробовать. Что-то она говорила, купажированный? Коньяк. Купажированный коньяк у нас есть. И по цене сразу сориентируйтесь, чтобы не было сюрпризом нам. Не, не, нормально все. А тогда смотрите, смотри. Да, 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 все нормально. Мне вчера заплатили. Да? И не только вчера. Неситесь. Нет, ну, в любом случае, да, конечно. Я прошу сориентировать по цене, знаешь, почему? Что, здесь 50 тысяч бокал, что ли, вы хотите стоите? Мы можем, а можем? Нет, 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 ну вот так вот. Организовать мы можем. Нет, такого не надо. А есть, правда, сколько стоит, я не знаю, самый дорогой бокал, вот, в розницу, если... Ну, понятно, я, ну... А каравина не спасает эти истории? А каравина раньше очень часто использует, но сейчас эта история ушла, потому что, к сожалению, гости, которые к нам приходят, уже не все готовы пить бокалы. Слушай, а это барышню разве не коровина зовут? Почему ты ее назовешь каравина? Как коровина, ахахахаха, старкопроценщица, как коровина. Короче... Нет, мы не едим. У нас такой, у нас нищебродский дегустационный клуб. Просто на самом деле я практически не пью, а она пьет. Но она старается не напиваться, поэтому мы ходим дегустируем. Она старается. Поэтому принесите нам пока... Один бокал, да, и можно нам сразу и считать, да? Да, и можно нам считать. Мы считали пальчики, раз, два, три. У нас сегодня поэтический клубок. Слушай, у тебя оператора, что за ломбай? Чтобы на свет летели, ну, эти. Она просто такая яркая. Ну, потому что ты яркая. И как бы и лампа яркая. Значит, с ценой, я уточняю, здесь всегда. И тоже вам рекомендую. Потому что, как видишь, нам не принесли в итоге в меню. Десять тысяч может стоить бокал, да? Ну, конечно. Вот так выглядит в меню, и это все бутылки. Так нет, серьезно тебе говорю. Вот винная карта, да, это все бутылки. И поэтому, соответственно, если хочется чего-то... Алексея Ивановна, спринтера, у вас опять экселевские таблицы поплыли. Тут у вас написано 10 тысяч. И с учетом того, что лично я была в ситуации, когда она связана не со мной, а с моей подругой, которая не смотрит в меню. Я понимаю, я тоже знаю эти истории. И так выяснилось, что когда счет пришел, то была ситуация, когда она не могла его оплатить. Я говорю, а почему ты не уточняешь такие вопросы? Ну, когда ты заказываешь семечки, катсулса, немножко трюфелей, что-то еще, ну, да, наверное, как-то есть смысл, ну, типа, почему там нет цены? Я считаю, что если ты не хочешь переплачивать, иди в шабуху. Есть всегда такая вариативность. И, в общем, чтобы не попадать в эти ситуации, я считаю абсолютно нормально спросить, сколько это стоит. А не вот это, когда, знаешь, такое, ну, что-то как-то неудобно, приличный месяц, и последние денежки отдал. По поводу, да, действительно, ко мне можно прийти бесплатно, если вы заранее предупредите. Не в день-день, а заранее, пожалуйста. И нам надо должны не всегда этим пользоваться. Люди, потому что все уважают чужой труд. Но если кто-то хочет, чтобы я оторвал жопу от сиденья и паснулся под них, извините. Я себя никому не навязываю. То есть, ты просто надо написать, типа, пошел, что хочу тебя послушать, но нет денег. Нет денег, да, пожалуйста, приходи. Особенно, если это не сезон вообще, хотя у меня и не сезон подходили там. А сколько у тебя так в рознице? Это же тысяча рублей у тебя на самом деле. Полторы, но я боюсь, что летом уже этим будет две. Да, скорее всего. Я уже к этому прихожу, потому что мне хочется, на самом деле, уменьшить количество людей в группе. И уже силы не те. А ты носишь вот это все оборудование, то есть они у тебя приходят с наушниками, но ты раздаешь... У меня есть специально обученные люди, которые их раздают. Иногда я сам это делаю, да. И мне это абсолютно не сложно. В Москве у меня другой комплект, который носит святая Елена. Большой привет. Как ты удобно устроился с женщиной. У меня был прикол, у меня был прикол в Москве. Я тут недавно вел экскурсию, я уже опять в западах, я еще в Москве всегда сплю так плохо. И я вам заканчиваю так. И говорю, значит, все, устройство сдавайте девушке Ирине. И мне Елена такая, город не тот. Ты к чертям подробностей. Ну, у нее все хорошо с чувством юмора. Это вообще Леночка святая. Она была со мной и в Берлине, и в Париже, и в Питер она приезжала. И отличный человек. Я очень люблю таких легких людей, которые с очень хорошим чувством юмора. Это вообще, мне кажется, в команде, когда у тебя находятся люди, способные выдерживать твой юмор. Искрометность. Дорогого стоит. И прочее, прочее. И в итоге вчера мы что-то походили, погуляли, и потом говорят, давай еще. Поехали еще с нами, я тебе еще заплачу дренесу шичало. И говорю, извини, но уже все. Покажете? Не все за деньги продаются. Ну что ж. Что там написано? Вальпаличелло, сорт винограда? А, это вот этот вот. Из винограда. А, это из винограда. Да. Это очень хорошо. То, что вино из винограда, это уже меня... А, господи, а почему ты... А, ты прикинь, я тебе вот этот великий гедонист со вкусом. Не вальпаличелло ты пьешь. Это называется так, а виноград... Я же чувствую вальпаличелло. Что ты меня обманываешь? Я думала, прокатит. Я же... Я думала про качество здесь вот все. Вот я чувствую, что-то меня напоминает. Это вельпаличелло, да? Вельпаличелло. Да, есть же такой сорт винограда. Купаж, северный склон. Это коллаборация трех сортов винограда. Коллаборация? То есть они встретились как-то, сорт винограда. Слышь, чувак, давай коллаборация. Три лозы. Три лозы. Дай попробовать, пожалуйста. Это на маленьком плоту в три раза быстрее, что ли? Я не понимаю. Тебе понравится, правда, если с последнего нашего с тобой раза, когда мы пили вино в этом, господи, в балагане, тебе вот понравилось что-то такое, и вот это... Ну, неплохое. Я обладаю уникальным словарным запасом, который позволяет максимально точно оценить все дескрипторы, проникнуть в самую суть этого божественного напитка. Нормаз. Мы говна не держим. Курсы с эмилет Павла Перца. Я научу вас отличать вино от кофе. Я тебе скажу честно, вот вчера то, что я пил, мне казалось, даже вкуснее. Мне нравится здесь, собственно, потому что, конечно, вообще вино, само собой, не формат, спешки, быстроты. Я объясню, вот взгляд стали ракурсодеревщика на это все. Вот я сейчас, как делаю, я покупаю специально такие маленькие бутылочки в магазине. Ну, я тебе объяснял, почему? Чтобы, если я вдруг, ну, решу, я пью только бокал, все. Вчера вот у меня было встречение, я выпил два бокала. Я пью только максимум бокал и больше no. И я знаю, что если я бутылочку выпиваю, то все. Потому что если это бутылка, то все. Я тоже знаю, что это такое. Да, да. Ты понимаешь, вот. И я нашел, например, какой-то вот сорт, допустим, грузинского вина, который мне просто залетел. А знаешь, как я называю грузинские вина? Это два бокала, и ты вот этот человек с этими усами. Оно просто, оно очень веселое. Просто есть, правда. Ну, нет, я с точки зрения вкусовых именно. Ну, и, само собой, попробуй как-нибудь. Не пить. Это вообще отличное решение. Господи, грузинские, например, оранжевые попробуй. Грузинские, оранжевые вина. Возможно. Смотри, ты что думаешь? Я не понимаю. Я не думаю. Оранжевые вина, оранжевые пиво, оранжевые пиво. И даже самогон. Вот самогон оранжевый, я готов поверить. Оранжевые лучше всего. Нет, правда, квебри называется способ. Это когда у тебя вот это огромное глиняное вина, я не знаю, там погрузили где-то эти сосуды. Вообще, в принципе, древнегреческие, там, не знаю, римские вот эти хранительницы святой воды. Я все-таки гид. Но не гей. Но не гей. А сейчас, кстати, не очень, кстати, это и хорошо таковым быть. А сейчас не гей. Так что я очень выгодно угадал со своей сексуальностью. Вовремя. Ну, как вовремя. Я, в общем-то, как родился, так вот и пригодился. Да. И ни разу не целовался? Нет. Ну, серьезно. А нет у мальчиков такой штуки? Знаешь, что у девочек, ну, у девочек, я не говорю, что все так делают. Но вот вообще, в принципе, ты помнишь, как ты учился целоваться? У тебя была какая-то типа, да можно я на тебе потестирую, мне нравится девочка, можно я вот на тебе потестирую, а потом пойду там целоваться? Слушай, мне повезло. Дело в том, что моя первая любовь, она была проституткой. Да, Машенька. И она настолько все хорошо умела делать во всех отношениях, что я как-то... Святая женщина. Мария, здравствуйте. Ну, она съехала потом с этой темой. Я же говорю, от косяка до штанги гурите, Павел Перес, мой первый роман, пожалуйста, там все есть. Такая классика. И она вот все настолько хорошо, все вообще умела делать. Ну, надо это думать. Да, что я как-то, знаешь, так сразу вот и школа, и практика, и... Ты все набиваешь, конечно, цену ты себе сейчас. Нет, нет, нет. Да я шучу, я шучу. Я не к тому, что я абсолютно, знаешь, в этом отношении... В общем, повезло тебе с поцелуями. С поцелуями мне повезло, и бывали случаи, что, ну, вот, как-то, да, прям хотелось сказать, что, типа, не знаю, расслабь губки, в конце концов. Это люди с маленьким ротиком. Нет, дело не в том, что... Пожалуйста. Просто как тут странные такие ощущения, как будто, действительно, человек напрягается в этот момент. Это же такое, этот... Ну, хотя... Нет, мне кажется, вообще, знаешь, есть вот эти понятия телесности и сексуальности, и как, и как, и когда оно раскрывается, это же тоже целый же, понимаешь, кто-то жизнь прожил, и с маленьким ротиком так и остался. Это мне понравилось. Где-то это я слышал, типа, а я свою, что, 20 лет, потом вдруг что-то решил перевернуть. Господи, как новая женщина. Отключаемся. Шутки за 300 сменились. Нет, я все-таки гид. Культурный образованный человек. Смотри, там стоит кабан, говорю, все, уже, бык, вот этот красный, как раз на того нью-йоркского и похожий. Есть такое? Или тот помощнее в грудине? У него и в грудине, особенно в задницу помощнее. Нет, ну, загуглите бык нью-йорк, вы сразу эту историю найдете. Поймете, про что, что происходило. Вот, поэтому, слушай, ну, мне нравится бокал. Мне очень нравится, когда это тонкое стекло, и когда оно вот этого качества стекло, оно тогда тонкое, звонкое. Я когда работал в Булхалке, на конюшене, знаешь, что-то галерея Лина Первого, святая женщина меня привитила там на полгода. Я всегда вот не вдумевал, а там просто ту его хучь этих бокалов, и вот они там, знаешь, типа, такой дизайнер, секой дизайнер, а я, типа, знаешь, там, человек из эпохи спирта Рояль, там, ну, бокал и бокал. Из мыльницы. Да, а потом я вот тоже начал понимать, что это все, ну, не зря же раньше все эти аристократы, вот на чем мы сидим, и с чем мы пьем, с чем мы едим. Мне вообще задается, что, знаешь, нужно периодически в себе какие-то устраивать вот эти манерности, потому что, ну, все-таки это же про насмотренность, это же, да, я не говорю, что надо пить, ну, но относиться так к, ну, к гедонистическому этому миру, в плане, что, да, ну, мне все равно, из чего есть, ну, что закинул в себя и пошел, ну, мужик, мужик. А какие-то вот эти тонкости туризма, их же, ну, надо включать в жизнь, значит, зачем это все тогда? Это правда. И поэтому пить из, ну, пускай у тебя будет, там, не знаю, кофейная чашка какая-то там, да, что-то особенное там на Ленинградском фарфоровом заводе купленное или еще что-то. То есть это же... С надписью «Лучший офис-менеджер 2021». «Бухгалтер 2003», «Лучшая» от этого, которую сложно найти, невозможно потерять. И вот эти все вещи, я, например, ребенка дома приучаю есть вилкой и ножом, и это не обговаривается. Ну, то есть и не есть, там, не знаю, на диване, в другой комнате, это так, конечно, бывает, ну, так не всегда, но я люблю вот эти вот все. Бедная девочка. Нет, ну она, нет, я не заставляю, я просто приказываю. Все дома, эзурфатор дома, понимаешь, могу себе позволить. Ой, фу, мне жарко, на улице холодно, тут жарко. Ну, мы сейчас пойдем на улицу, но вот в следующем баре уже можешь попить, я просто, в принципе, уже в какой-нибудь там вот что-то любишь, что-то там это шампанское или что-то. Нет, там не будет, ну, там будет, но там немножко другого формата. Нет, мне здесь однозначно нравится тем, что здесь к вину относятся как к искусству. Вот, кстати, плюс того, что я не на машине все-таки, да, я могу, и вчера я, да, машину в ремонт, она зависла, и что, и поэтому вчера я в итоге согласился, и сегодня согласился, а так бы я, конечно... Так и спится недолго. Вы там на ИСТО как-то подмандите уже побыстрее. Мне, Танечка, всегда я спится недолго. Я, в принципе, плюс плохо, плюс плохо. И сегодня не выспался. Я плюс плохо, и как бы, да. Не, ну сегодня я, кстати, неплохо спал. Это уже второй, у меня второй раз. У меня один раз, первый раз у меня было в Москве, мы встретились. Ты прям бессонница или ты просто думаешь много? Да, я очень... Тревожный сон? Ну и там еще в последние годы физиология наложилась. Да, я просыпаюсь часто, я засыпаю плохо. И поэтому, друзья мои, те, кто пишут мне, типа, асу, хары, бухать и прочее, если бы я еще и бухал, я бы туда, да. А ты пьяный какой? Ты буйный, веселый или наоборот тихий, смиренный? Да, вот понимаешь, вот это, кстати, я хочу об этом пост даже сделать, и мы это на экскурсии обсуждали. Мне же часто пишут, когда я вот в проходках вообще не бухаю, типа, ой, да перест, он набухался, потому что у нас люди, большинство, они же не могут быть веселыми просто так. И мы тут на экскурсии, я задал вопрос, в России есть фраза, особенно в мужской среде, после которой можно все. Вот ты знаешь, о чем какая фраза? Ну, конечно, да. Ну, какая? Нет, нет, я не знаю, ты мне сейчас расстроишь. Это фраз называется «по пьяни». Понимаешь? Вот если идет слово «да, это Леха по пьяни», и дальше может идти любая история, хоть он там в розовых стрингах танцевал в баре, потому что по пьяни можно, но если это не по пьяни, извините, что происходит с человеком, среднестатическим, когда он выпил, в нем раскрывается то, в чем... Ну, типа из серии, да, там, что типа у пьяного на языке там трезво умели, что там, да. И поэтому люди, которые, ну вот, они понимают, что они в трезвом состоянии так, естественно, не могут, им, естественно, кажется, что если человек как себя ведет, он, естественно, бухой. Потому что нормальный человек не может так смеяться, как пидарас. Наркоманы, словом наркоманы. Да, как наркоманы, вот это все. Поэтому я тебе хочу сказать, что я, в принципе, что пьяный, что-то я срежу. Примерно, как бы, ну, может, я чуть-чуть веселее. Куда уж! Да, в Москве у меня был отличный экспириенс. Мы встретились с бывшей и выпили бутылку вина. Ну, как? Я выпил бутылку вина, она в итоге не стала пить. Я ее высосал всю. И я пошел на Севастопольском бульваре. Там такие вот и Собяны, и Собянинские какие-то... Что-то про романтику будет? Приблуды. Нет, я был один, это была зима. Я такой, у меня тепло, и я такой лег вот так вот. И просто минут 20 у меня был такой чил. Я вообще, я такой лежал, такой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, благо, в Москве это некие... Нормально вообще. В принципе, я для себя открыл, что у них там алкашка до 11 продается. Да? Есть доставка еще? Ну, это вообще отдельная тема. Мы когда у нас там... У нас был такой мини... А так доставка, подожди, пожалуйста. Нет, я не знаю, можно ли такое говорить. там вряд ли тебя будут смотреть что у нас тоже есть доставка начиная у нас был когда это можно найти интернете поэтому у нас был концерт москве и в нижнем новом проекта сающим прям реальным полным составом там две девчонки и прочее мы и после концерта москве мы в гостинице заказали пиццу и алкашку но я не пил но там парня и короче алкашка приехала сразу пицца ехала это же знаешь как как раз слушай знаешь вот относясь относясь как хочешь к этому так и относясь этот в какое 80 когда у нас получается еще один сухой закон и когда таксисты продают вот об этом мы будем говорить на встрече с вашенковым интересная тема поэтому поэтому мне кажется вот эти вот вещи когда по старой памяти не знаю ты знаешь что-то какой-то с молоком матери впитаны какие-то вот эти или культурный код почему алкоголь вообще нужен важен и на столе должен быть потому что ведь даже не пьющий не знаю там тот же новый год но все равно вот это у меня дочь мы едем за город и заехали в магазин за вином дочь стоит сына в магазине поворачивается и стоят бутылки детского вот этого шампанского там дичь зачем для чего чтобы что ну как бы при каких обстоятельствах мне надо четырехлетнему ребенку купить бутылку детского шампанского это и хорошо и плохо потому что плохо это его сразу погружает контекст то есть сошлось тогда это как мне впался в свое время в стране который сейчас уже не хорошо пиво оболонь и там короче в такой же абсолютно таре упаковки просто как бы сок оболонь но дизайн один из детских лет типа такой такой вот ты сначала сачку а потом это же и причем вот это алкализация общества наверное так это можно назвать но это же вообще в принципе не знаю ну любая какая-то деструктивная история это про про управление сама собой но я хочу сказать что все таки сейчас по сравнению там с моим с годами с годами моей молодости все-таки ситуация на я потому что как бухали тогда и что бухали это просто страшно я смотрю на можно вам счет быть я смотрю на молодежь ну нет я имею ввиду я имею ввиду прям совсем то есть ну там типа серии вот 20-летние там 18-летние они не пьют ну я может быть мне так везет и но я не вижу других нет это тебе или я не просто может но не там живу ты в москве не ходила в пятницу после там до 200 я вообще давно не ходила после 200 нигде потому что вечерами я дома после садика реально такое ощущение что вся москва бухает и молодыши подростки там у них вот господи за этим баром где мы играли как раз тоже по последний концерт у нас был покровские ворота площади там они раскопали сделали такой амфитеатр там у них раскопка там сейчас просто огородили чтобы они там не скапливались да потом огородили потому что ну невозможно там приходишь и все на давайте да я бы даже подлетел подскочил под подпрыгнул бы и прочее насчет этому выпили на сколько там на тысячу ну не 10 же большое спасибо 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 но другой стране понятно что вы на ты чувствуешь что бутылку купить мне надо это по это все это вот это вот это все это вот у меня сашечки нашему привет вечно типа да я за эти деньги там вот это вот все вот это вот все я такие места нахожу вот именно про исключительно про вот эту гидранистическую насмотрено считаю что они должны быть в арсенале и как минимум и в манчестер сити и в манчестер сити то есть там мне кажется мне кажется после этих шуток там должна быть вот это типа или как она там звук вот это взял какой-то уникальная ситуация в apple манчестер сити арсенал и ливерпуль идут просто никто не знает это будет чемпионом так ну что спасибо этому дому пошли другому мы смиркалась да как там цуцики и прочее было такое стихотворение я забыл и более того я его еще в оригинале читал этих английских абсурдистов совершенно потрясающих мы идем к ленинградскому доктору да сегодня ветер сегодня питер я поехал в бассейн на велосипеде подожди ты знаешь секундочку о том что вот здесь в этом замечательном дворце поликлиника городская у меня ребенок сюда у меня сюда же я знаешь каждый раз когда это вот к слову про вот этот чисто питерская когда у тебя поликлиника дворец жкх дом советов вот это все нам через дорогу нам через дорогу и да мы сейчас вообще будем проходить мимо культовое здание тут жила семья бенуа и мне все никак не как бы не собраться и не рассказать ну потому что тут может миллион раз расскажешь уникальная возможность не но это надо делать александр бенуа и судал все ходили и дягилевы и и в рубили все остальные они здесь были и он их всех тут воспитывал и так далее а соседний дом там жил кирилла владимир александровича да это тот который тот который тот который марган марганетический брак и вот этот кириллович от которого от него то есть тут на самом деле территории настолько насыщена историями и вот это всегда я сейчас снял очередной проход но она это это выйдет она уже будет на канале то есть мы хожу примерно теми же местами но рассказывать каждый раз лично сказали здесь то же самое можно я вообще млею с колонны потому что собственно район этот если такой мне кажется в плане пешеходных каких-то историй колонна самый ну душевный что ли но я называю олдскл питер то есть как бы по старославянски здесь действительно чувствуется вот есть два района где прям такой старый петербург это пески советские улицы и колонна это вот прямо аутентичненько вот потому что не там не там до сих пор метро еще не дошло вот и но это не первопричина это просто одно из следствий и действительно вот как то именно здесь особенно на выходных вот ты приводишь туда и пустой абсолютно город разряженные сидят эти наши любимые будут идем как раз у меня был экскурсия премьера да я рассказывал по а варчинские курсы первые высшие женские курсы у нас в питере названы так по варчином мосту и мы идем там во двор это было масленицы и там пусечки значит бухают игру и чувство что-то назад кусты блины я в этом плане мне кажется знаешь вот этот литературный петербург он когда есть не потому что нельзя на мой взгляд и вкус москва все-таки ну преобразилась вот как бы от той москвы которую описывают я не знаю тут как был во времена достоевского я не знаю гоголя лермонтов и пушкина а еще степени это я согласен не его вот эти люди создают этой атмосферы 10 атмосферности такой больше потому что действительно москве ну там во-первых нос это все настолько дорого да красиво ты вошла в эту грешную жизнь тем временем мы пришли с тобой блиндок да где у оператора проходили как это называется wrestling у меня даже есть как клип на канале про это дело должны быть хорошие манеры хорошие манеры это когда девушка вообще настолько женщины не воспитаны последнее время пошли выставляете никто тебе пальто не подаст никто тебя не пропустит руки не да да слушай вот а значит чем делюсь чем богато мне знаешь на оконюжу какая-то панорама красиво красиво мне молодой человек на окончании школы подарил письмо в котором значит было долго описано о том как мы вырастим поженимся и будем счастливы и к письму прилагалась бед но не ветка а вот это вот нитка вот этих вот я не знаю что это венгерская хрусталь что венгерская хрусталь и в общем у меня до сих пор осталось это теплое чувство поэтому я практически мне сейчас 16 в этом месте смотри вот что с людьми не так звонит не или не звонит куда это мне прислал во сколько экскурсия где мы где мы чертям подробности что за город мы пока мы пока поднимите пока я покажу ресторан здрасте а куда мне написал я чего-то не могу понять гости будет видно а мы коня не показали дай пойдем за конями да я пошли коня киностудия и ресторан они но вещи разные здесь понятное дело что мы на киностудии так если что не в коня корм я называю этот барельеф сырганова поет злоха не просто устрицей какой-то пищу это у него смотри у него он плачет не нет у него под подбородком так как из 4 стула какая-то это может быть либо реставрационная какая-то история чтобы не пошла трещина к примеру может быть либо у него что-то дроза у него прыщи пошли зато смотри какой тут пупок боже боже мне кажется там это когда эта копилка вполне возможно ну давай заказ в общем что хочу я заказать закажу что нас побаиваются люди пристали к нам подходить слушай здесь честно говоря про вот здесь как раз и кофе и попрел я это место значит зачем сюда зачем сюда сюда можно прийти в кинотеатр раз здесь проходит 2 29 рейс кинга здесь будет да прорекламируй ты будешь надо идти надеть у меня 29 дарим дожидаю будет он там драться не будет он будет а драться могу принять участие драться в общем здесь проходят все различные мероприятия начиная от бокса заканчивая вечеринками и вечеринки кстати тоже есть во внутреннем дворе этого здания помещения данных когда сюда приходите и поговаривают что вы ежевечерно типа суббота воскресенье или да 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 все подтвердили с вечером в общем какие-то вечеринки есть так не выглядит само место архитектурно и исторически ценность представляющие в городе без сомнений так так абсолютно все по поводу того что здесь есть что здесь пить я честно говоря ну коктейльная карта классическая этого нечестно говорила я периодически вру есть сет шотор марлин монро называется после этого у тебя будет атака короче коктейльная карта классическая сайт шотов веселый можно брать шуты веселые ну и по классике вина розовые колики короче так я не знаю что я буду но слушай если если мы про коктейли все таки да ну так я возьму месмахера я хочу месмахера смотри смотри как интересно и гермайстера сливки соленая карамель жуть беру себе смахер ну хорошо да я я хват еще 1 можно можно вас можно вас как вы мы присядем да ну нам ничего страшного мы мисс макер есть а мисс макер есть есть да мисс макер и флэт вайт будьте добры такой странный набор с собой а мисс макер обу лично смотри как симпопу лично тут то есть это тоже что-то говорила да это вот кстати очень круто вот этот угол угол так и сделано это зарезервировано ну я думаю страшно на две секунды как это за нами за наш везет за за нами курвазье написано вообще ничего не знаю почему за нами гидрант пожарный что ты не надо за гидрант опять кат нет нет ты что-то там нажал такое ты видел вообще как она у него ездит на камера имеется ввиду камера у него ездит да она ездит у него на моем стабилизаторе хочу сказать он его опять у меня взял поэтому да я видел как она у него ездит более того сейчас это хотя бы его камера а раньше еще и он и мою камеру на мой стабилизатор сажал за деньги за мои за мои деньги он брал у меня мою камеру что мой стабилизатор снимал и про за это брал деньги с других людей нет с меня с меня друзья мои знаешь какая есть в актерской в актерской наверное вот эта история в актерской линии когда ты с камерой значит учишься заигрывать то есть тебе в прямом ну то есть для того чтобы ты в кино чтобы ты органично смотрелся вообще когда ты заходишь в камеру лучше не за это знаешь как выглядит когда пьяная женщина пытается подмигивать мама смотри опять мама я на работе мама святом святое когда ты находишься в когда снова отпрашиваешься у маму погулять потому что ты просто с твоим ребенком кто-то должен посидеть поэтому если не отпустили погулять мы актеры за камерой но нет я имею что вообще то есть когда ты берешь камеру и тебе нужно научиться видеть себя ну видеть себя видеть себя и когда помню есть у меня подруга режиссер с которым мы снимали с которым мы снимали и она вот чтобы значит раскрепостить меня в кадре скажем так потому что я начинал спрашивайте ну там где мне рабочая сторона ты как я выгляжу щит она глядя за меня все время уже у женского пола все это моя рабочая сторона но не у нее все на как бы а извините а любить я тебя тоже должен с рабочей стороны а вдруг ко мне есть не рабочий ты знаешь как будешь смеяться возможно а я помогу ты будешь нет у меня первый муж я настолько часто его видела за рулем ну вот только вот что мне так нравился вот так вот он но это была какая-то моя особенно тихая понимаешь что ты его заставляла в постели держать николай коля коля пожалуйста не переключай скорость просто ведь прямо не смотри вниз в общем она говорит о том что не надо в кадре быть стараться красивой быть вообще-то извините здравствуй школа станиславского да начнем с этого я верю да вот верю не верю да то есть надо действительно быть прежде всего там собой прочее но я уже как-то я не помню здесь с тобой тем касался что несмотря на огромное количество актеров найти нужного человека на роль всегда очень сложные режиссера сценариста продюсер и так далее хотя казалось бы именно потому что вопреки всему вот эти ребята и девушки уже даже и не молодые они вот как-то а ты любишь вообще театр ходишь игру актеров где-то вообще не не нравится или не зовут но никогда не принимается сложно дело в том что ну во первых у меня вот так сказать у женщины жизни у нее два образования в народе просто театроведческая незаконченная правда мне не хватило и она мне поводила на всякие спектакли я одно время очень активно ходил на разные но понимаешь это это нужно как-то мне кажется этим нужно жить просто у меня была история вот гримёрша очень потом стала известной она в бдт вот там был актер один я не помню фамилию но от него естественно все писали кипятком она ходила на какую-то просто нереальное количество его спектаклей у нее была своя квартира и вот он у него там тоже гостил и прочее но вот это понимаешь вот эта классическая история там с цветочками вот ну мне хватает просто своих там культуру и я не хочу сообщи идея и вот сейчас чем дальше тем больше прихожу мне хочется больше освещать 90-е года именно с музыкальной точки зрения потому что я вот сейчас понимаю что это тот срез культуры который остался по сути абсолютно незамеченным вот странно так получается да да а каком направлении музыкальному говорим незамеченным альтернативная музыка и вот и мне хочется это как-то восполнить потому что есть такой нюанс когда ты там находился в этой среде ты сказал что это навсегда и прочее что не закончится и так далее а сейчас получается что очень было много крутых классных групп и никто о них не знает в итоге кроме там с кучки олдов и вот я думаю что я буду двигаться в эту сторону крутость стоит ждать какой-нибудь выпуск не не один я вот даже сейчас буду там но я не хочу раскрасить карты этом к некоторым люди хочу обратиться потому что инкорпорируйте свои экскурсии прямо ну то есть вообще у меня так вот все это в голове зреет и я думаю что рано или поздно созреет вздыхает мы ему надоели как тяжело все-таки конечно когда ты приходят люди ты понимаешь что с классической точки зрения ты должен потому что ты-то понимаешь что мы смеляем мисс махера это тебе и дворец великого князя алексея александровича михаил михайловича и музей штигрица соляном переулке а людей конечно это все такое знаешь так но пахнет мисс махером кстати умер в европе как загнивающий капитализм декор который сыпется это вкусно это вкусно это попробуй пожалуйста слушай ты реально очень вкусно и вот за и за счет даже вот это какая-то какао я не знаю что это хочешь попробовать ты не пьешь ты на посту выбор это мой выбор короче короче а это прям приятно удивлена егермайстер сливки еще там еще было и что-то безалкогольное еще у меня был случай тут буквально недавно сашечкой риэлтором ну то есть там была история он купил квартиру абсолютно безысходную двушку потому что сосед реально на пнд состоит но он очень прошаренный рассказывает уникальную историю дураками везет вот любой другой его ситуацию давным-давно пошел бы нафиг а с ним ничего не сделать это прошаренный но в итоге у его того то выбил он в субсидии и так далее и вот он это все он приехал на какую-то сделку этот идиот и сорвал ее и там оставалось просто у него на субсидии остался день и саша меня такой спрашивает слушай у меня настолько же может мне послать или саша ну слушай это столько как бы злой сделал да здесь потому что ты просто не работал в рекламном агентстве и ты просто не работал главным редактором когда тебе говоря слушай ну вот нам надо как бы интервью с этим человеком а человек вот этот стол приятнее чем этот человек понимаешь поэтому что слушай тебя как положено женщине тихо и кротко клиентам да что клиенты я это все прекрасно понимаю как хорошо что вот сейчас я могу сказать некоторым клиентам и дети пожалуйста к мисс махеру да к мисс махеру это еще не самый лучший вариант там значит в соленая карамель соленая карамель и гермайстер сливки соленая карамель мастер это святое святое фанат этих не ликеров бальзамов да у меня всегда с собой фляжечка но правда холодные времена сейчас уже меньше рижский хочешь расскажу историю которая начинается с по пьяни с по пьяни она связана просто с бальзамами потому что снова значит это было очень давно связано с и гермайстер у тебя сегодня поэтому нельзя пить много гермайстер чтобы праздник не превратился фатально но мы не знали что нельзя просто на то что там огромное количество трав и они как дурно действует на нервную систему мы узнали эти кожи но что делать и мы знать значит сможем с первым и гермайстер приехали мы в ригу и я решила что пока мы на машине ну мы нет мы приедем когда уже приятно отмечали новый год мы приехали на несколько дней все было чудесно здорово мы гуляем значит поэтому европейскому городочку приятного я решила пьяненько что на какой-то момент что если я сейчас спрячусь за угол он меня не найдет это будет забавно я так и делаю только прикол был в том что я спрятаться за угол спряталась поворачиваюсь а там рижские эти бальзамы я такая думаю один я зайду на один я пошла крича пока пила эти шоты выхожу его нет он рассказывает другую стану телефон не ловит ну точно нету местной симки не ловит он где я стою нету я горит ну как бы туда-сюда гайду ну как бы окей про время проходит короче он пошел обратно в отель в надежде что но я так или иначе в отеле мы уж точно пересечемся какого же было мое удивление когда ты и в отель не пришла потому что я значит выпила несколько стопочек рижского бальзама у меня стало еще веселее на тот игр мастер чтобы я вспоминаю то что так давно хотела стриптиз подожди с какой стороны нет просто как вот как времяпрепровождение это когда начали откроешься мужской нет женский я нашла какой-то стриптиз клуб зашла туда и будучи уже ну нареженной бальзамами этими я значит заказываю себе естественно шампанского почему мне принесли его с фейерверком я узнала позже когда платила с по счету с бутылкой шампанского пришли девчонки все было весело и здорово я бы девочки можно потанцевать у пилона никого нету те такие типа вообще нельзя но вам можно по я поняла потом почему в общем короче поднимаясь на эту сцену там вот шесть пилон я что-то там танцую в этот момент зал заходит просто баскетбольная команда я не знаю сколько их было ну вот мужики дали много там человек одиннадцать и они садятся а я танцую я в этот момент пассаж я должна была рукой схватиться за пилон я промахиваюсь во все эти бархатные шторы руку стала отряхнулась парня похлопали я такая питерская школа и везти потом я вернулась в отель время было там не знаю в начале четвертого утра мы не поругались ему рассказывала эту историю он ржал естественно горит и конечно ведь в общем короче бальзамы я вот все что на траву все что на травах надо конечно пить умеренно как и все остальное самом деле нет я уже миллион раз говорил несколько глоточек зимой муфи когда замерз вот эта самая тема либо когда ну тебе надо прям взбодриться потому что непрофессиональные бойцы рассказывали абсолютно но это это если совсем совсем тебе трендец я знаю такой про коньяк нет смотри и гермайстер яблочный сидор и все вместе все вместе и аспирина таблетки нет вот вот этот и ну вот они просто опытным путем выявили это естественно в какой пропорции давайте вот это я не помню это сейчас просто москва петушке еще один рецепт это про другое это про возвышенные чувства и политуру вместе с детским шампунем как раз ходил экскурсию просто мы финишировали на площади борьбы москве где стоит памятник значит это и бесстыжий рыжий с косой и венечки нет ну вот я не помню в общем опытным путем они смешали вот этот вот ммайщики наши отечественные такой но и иногда используют red bull red bull яблочный сидор и гермайстер я что в яблочном сидоре кислота ну в рэдбуле понятно я не знаю я первый вопрос который я задал а почему конкретно это да да я поэтому я думаю что кого что я тоже не знаю но я типа пробовал и реально вот такой у нас было когда работала одну до взрыв взрывная эта штука у нас я когда работала в баре я помню у нас был вот это средство когда ты утром на смену надо выйти от и моченый но это было кока-кола кофе и кокаин чуть-чуть немного надо было очень бодрило нет еще и что ребята нет 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 не пропагандирует мы смеемся этот короче кола кофе и по моему аспирин или что же такое теперь потому что помнишь что это что-то было шипяще я понимаю что это жутко даже звучит но в общем и целом бодрились как могли пойдем пройдем да покажем красоту и посчитаешь да я да мне очень понравилось очень вкусный коктейль он прям такой аккуратненький нет он аккуратненький в том плане что он он очень сладкий и ты не выберешь его много он у него есть интерес опытную за из-за вот эти разницы и гермайстера то есть народный на разный вкус он сливочный как я люблю и короче и вот это короче хорошие сапоги надо брать 600 рублей в принципе как средний коктейль у нас в Питере среднем по больнице просто здесь красиво я тебя хочу кинотеатр наверное там темно красивые потолки саргики там здесь там тебе темно будет здесь же вы проводите свои мероприятия где люди летают с этих веревок и там еще есть галерея и бар и есть еще у киностудии есть музей здесь поэтому так давайте мы ознакомимся с исторической справкой типа читать все значит александр александрович половцов между прочим особняк был построен мисс махер полосов это государственный секретарь он читает на английском ну ладно началось все как элитный клуб типа закрытый уф-хайс но билите типа английского корреса до дарилых аристократов на улице ваха офицеров да ну и в общем да было как раз маньеш рейдинг карри арена на узывает холл тренировали на третьем этаже этот музей ну что ж достойно место достойное место достойно она выглядит странновато она знаешь ну странновато формате да вот вообще того что прессу но она при этом вот какой-то здесь вот этот модерн переплетенный с не знают эклектика я не понимаю в общем есть шарм у этого места я понял татьяна ты в архитектуре примерно так же как ты видишь ну а как ты назовешь этот стиль ну на самом деле мисс махер это очень большой стилист но я имею стиль на сегодняшний день он он всегда строил в стиле каких-то эпох эпох он очень любил например французский ренессанс и здесь мы немножечко это здесь здесь больше италии на самом деле то есть я тебе научу хочешь я тебе научу это конечно я всегда да я всегда сандрик вот видишь вот эти рустованные стены такие полукруглые окна это тебе сразу италия на самом деле вот эти эркеры трапециевидные не не круглые не круглые трапециевидные вот эти эркеры это уже больше закос тоже под италию ты меня прям учишь и учишь здесь на самом деле конкретно вот это здание она видишь она еще строго выдержана это немножечко такая действительно рафинированная оля венеция но вот этот вот вот это чистой воды италия то есть это вот позвольте флоренция венеция в чистом виде до руст это это зал вот как раз зал да это зал и обрати внимание еще на карниз на карниз и на вот эти розетки которыми оформлены переплеты оконные это тоже намек на италию потому что они видят таких вот растительных каких-то вещей но ты но внутри то на сегодняшний день все равно оно получается ну модерного интерьер на именно я имела ввиду я не про то как прочитать там фасадные линии а про то что он внутри я имею ввиду он странный ну как не инстаграмный короче я не знаю как это еще как бы не хочется фотографироваться но он при этом каждый его уголок хочется фотографироваться тут все девочки которые наделали там фоток для своих запрещенных сетей скор смысле это что это коза себе позволяет попробуйте девки сфоткаться там я вам говорю она не не фотогеничная в кадре когда фотографируешь я вот к чему но при этом а он прям шармящий пойдем пойдем пожалуйста между двумя да пожалуйста марить маринками маринками нам нужен пешеходный переход он там я была очень удивлена узнав что маринский театр это цирк он изначально изначально театр цирк там планировались у меня есть книжка и там прямо есть литография где показывают в этом театре по кругу да ты знаешь что до сих пор в каких-то из балетов выводят коня насколько я смотрю нет смотри это выводят на сцену а там я видела план зрительный зал трансформировался это был такой театр-трансформер там делался настил и вообще там могли проводить баллы вот если в архитектуре вот смотреть то это можно считать потому что вот эти конюшни которые изначально были они же тоже здесь встроены я открою страшную тайну дело в том что этот театр был очень сильно переделан во времена шрётера построил альберт катаринович ковоз как раз родственник бенуа а вот в 90-х годах архитектор виктор шрётер его полностью вообще переделал потому что ну уже все уже эпоха поменялась запросы соответственно театральные изменились и изменился декор внешний и внутренности тоже очень сильно были переделаны это был такой программный проект это примерно как в свое время вот я предыдущем ролике рассказал вкратце свиньин переделал апартаменты михаила павловича под музей это но извините задачка то еще потому что одно дело ты живешь в дворце другое дело тебе нужно сделать экспозиционный зал вот я тебе вот об этом сейчас что вот пока мы стояли то есть ты заходишь в это кафе в линдоке что когда ты заходишь во дворец то ты считываешь дворец а когда ты заходишь в ресторан то он ну какой-то сложно прочитываемый но при этом у него есть душа что ли какая ты там хочется быть но выглядит странно точно так как я в вине на самом деле мне иногда подмывает я же могу и может быть так кстати сделать я могу записать экскурсию вот прямо реально искусствоведческую когда мне начнут опять вот эти вот санды с андриками всякие темы меры там знаешь как так можно это все вот пожалуйста могу и так пожалуйста но просто другой вопрос что ну большинство людей но опять таки вот я же мисс махер скажи вот сейчас это слое человека мисс махер коктейль даже про коктейль еще подожди секундочку еще очень нравится мне здесь когда прохожу вот эту вот часть которую оставили я вообще очень люблю новую сцену маринки нахожу ее хорошо по навигатору нахожу ее отлично вписанные в архитектуру место и пространство и рынок бывший до литовский рынок собственно мне очень нравится вот это вот арочные дайте как господин архитектурную форму которую оставили и исторически находящийся здесь рынок про который вообще мало кто оказывается знает а напротив находился литовский замок где чего только не было это между прочим была русская бастилия и спалили в восемнадцатом году и там много кто сидели даже народа волка гесси гельфман там сидела там сидела анна тыркова вильямс и в общем это была такая очень знаковая тюрьма почему ее и сожгли в восемнадцатом году мы бежим или на самом деле сейчас пройдем очень интересными давай 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 только нам нам надо будет светофора ну либо до светофора либо жестко нарушить но вот как бы у нас и раз велосипедом надо аккуратненько не хочется конечно но на самом деле где тысяч больше за иру переживаешь или велосипед не хочется прямо рисковать всеми ладно пошли уж как это все на переходе будем переходить в принципе быстренько да в принципе быстренько наконец начинает освобождаться мать ее консерватория проход вот этот проезд по улице глинка где с правой стороны метро никогда не достроен но е а с левой стороны это консерва которая значит и вот эти два серых забора они каждый раз меня наводят на меня дичайшую тоску давно же уже сколько ну потому что до этого сначала попили либо она горела а потом она сгорела естественно как измаиловский собор когда что-то уже починили сразу нас еще чтобы она сгорела потому что страховка сама себя не окупит но я не знаю я думаю что это просто разгильдейство как обычно к верю с собором такой-то матери в париже вот но дай нюанс есть в отношении что это длилось очень долго и пойдем перейдем но мы тогда чтобы если мы хотим вернуть и но надо так вот чуть-чуть давать на канал потому что это идем-идем я в принципе там и хотела тоже идем-идем-идем ну посмотри какова красота красота да нет у меня же есть во первых выпуск замечательным тенором скороходовым которым но мы гуляем и по мариинке и там он ну я это уже рассказывал это информация которым не выдал непосредственно сам артист ведущий если вы хотите самые лучшие места с точки зрения акустики в новой сцене покупайте билеты с 10 по 15 ряд там если вы прямо аудиофил там лучше изучать вот это он не рассказал я вам слышал про не думаю что эта легенда значит когда при реставрации снимали полы оркестровой ямы было обнаружено что там хрустальная крошка это нужно для резонации звука сушеней заменили точно по каким причинам выкинули то что было это сейчас это в последний ремонт ли когда да 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 ну это вот там его как нет ни последний я знаю другую историю я знаю историю абсолютно реальную что когда кого-то достроил и было первое представление там был очень плохой звук и он прямо в расстройстве умер а выяснилось что рабочим которым было лень выкидывать часть мусора они просто по цену накидали да да ну нет это надо для резонации звука хрустальная крошка возможно хрустальная крошка нужно для резонации звука битый кирпич вряд ли а там нет прохода мы не мы туда пойдем глубже 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 обожаю вот это вот оно как в шведской сказке про троллей еще немножко как замок до литовский окна хаотичные ты представляешь насколько у петербуржца но вот это восприятие красоты то есть когда ты заходишь в сраный двор для кого-то грязный стены облуплены эти окна разные типичная облупленная стена красота сбиты вот это для то это для чего нужны были колеса сбойные столбы не знаю сейчас если мы увидим хоть один я покажу такие бойцы ну вот 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 видишь да 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 оттуда куда а это танечка здесь насилуют вот эти типичная петербургская на первом втором этаже квартиры а на втором сразу две семь четыре семьдесят три пойдем я покажу сюда да 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 вот вот лишь колеса были стопы врос в землю максимально пойдем класс класс там этот двор во дворе нет это то что я называю закуток счастья и вот он и вот видите паблика мерч ну знаешь радует что даже в таких питерских дворах ты поднимаешь голову кверху и выход как всегда есть ну и традиционная нашим до 70 82 70 71 84 17 72 18 89 это черная лестница это черная то есть с той стороны но хотя осталось много квартир я снимала квартиру на улице зверинская это ложечки там у нас был просто настоящий сквот как раз 90-х и на звери это как раз дата не смотри к вопросу о троллях боже вот это они построили вот это все здесь друзья мои по ночам собираются маленькие эльфы и руками да и едят собак который пытается посрать и снимала там квартиру и квартира была круговая планировка два входа с черной лестнице и с парадной немудреная история я имею я просто ну как их много же в коммуналках и очень часто ты не видишь что есть вторая лестница в одной и той же квартире просто потому что они укомплектованы коммуналками а когда попадаешь туда да мы идем туда естественно вот видите как жидомасоны с рептилоидами закопали наш города а ты зовут и а вот эти мозаички ты знаешь кто делает по городу нет я сам с одной стороны нет я без парня на есть на сено очень много где короче но этот стрит-арт то делает эти мозаичка делает мазать ищите но не на самом деле я иногда так спрашиваешь на это не сюда авторы я или мосты делаю и соответственно автор отзовись и он отзывается будем с тобой сосаться на поцелуевом мосту или ты не веришь традиции отчего там какая традиция это поцелуев мост не но я тону традиции нужно целоваться вешать магнитики замочки вечно а вот сидела а зачем нам с тобой вечная любовь ну тебе 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 и так приключение на твою мягкую точку мало как еще меня вовлечь в твои и более того пойдем еще усугубить мне мои так нет нет что-то ой знаешь что я думаю что смотри что там будет тише пройти а тут красивее поцелуев мост это же про трактир это про байки вот эти которые я терпит на самом деле ненавижу но ну давай через него тогда пройдем поцелуев это вот этот но мы пройдем через тот тот кроме к паника извините простите извините великодушно ради бога это краснофлотский мост здесь кстати снимается одна из сцены как раз например бандитского петербурга вот эта история ты его весь смотрел я его весь смотрел потому что мне это надо было почему потому что меня про ну то есть я был про я до сих пор поражаюсь его просто дичащий а жену 20 до это популярная тема у меня опять-таки у меня была частная экскурсия для людей которые его по цитатам просто мне рассказывали кто мне чё сказал вот у меня знаешь какую просили экскурсию но по клипу в питере пить по местам где-то где было снято ну вот понимаешь вот такое просят а в этом рассказывают на этой как это аккредитация лицензирование показ рассказ там вот это все херь пойми что значит и так далее но я лицензированный все у меня это курочка есть городская забрал да да отлично я использую эти легенды городские но вот там где посветлее все-таки да перейдем я использую городские легенды чтобы создать портрет как какую какого-то события про который рассказ поэтому я люблю все эти поцелуевые мосты нет они прекрасны просто у нас есть две крайности как обычно россия это страна крайности у нас либо гиды особенно вот эти которые там на автобусах да не надо ты не из этих не стартуешь от гостиного двора там с группы не менее не менее но я же гид-переводчик поэтому я стартную классические версии но в таком случае ты и я в том в этом случае далее не имею что вот они вот это любят особенно семи мости там желание вот это все у петра первого инженерного замка потереть эти копыта хотя я всем говорю что нельзя я тоже всегда городе и на какого памятника нельзя ни в коем случае и вот здесь вот это вот поцелуев мост и вот дальше пошла все это байда либо наоборот это у этого знаешь научный сотрудник петропавловской крепости и вот трам-там-там ну не вообще можно шутить мне зато так нравится как у научных сотрудников петропавловской крепости поставлена речь нет но как и они лекторы бывают интереснейшие лет мы живем в рыночных отношениях и должны быть все должны быть у до того и поцелуев мост должны быть здание морского экипажа откуда великий князь кирилл владимирович повел свой экипаж к таврическому дворцу чтобы показать временному правительству что он присягает ему на верность некоторые свидетельствовали о том что великий князь кирилл владимирович в тот момент в дел красный бант себе в петлицу хотя он потом утверждал иммиграции что это был сегодня орден иностранный я вам возможно гвоздика до вас я могу и так поэтому вот должно быть то и то и все должно быть но как бы лучше конечно меланж какой-то да микс чтобы когда ты сохраняешь человеческий язык но флани разговорный она же она же за деньги поэтому мне кажется почему у тебя же даже не научная работа пишешь не дизертацию так что то все что люди не приезжают то есть как бы я не знаю как объяснить что это не семинар это не лекция в университете люди приехали на самом деле эмоциями в первую очередь и только во вторую за знаниями если это какой-то специальный заказ там да там вот как бы все по задротнические там значит тра-та-та-та-та-та-та-та и вот но если это просто среднем по больнице то какой-то нахер мисс махер мисс махер тогда мисс махер становится коктейлем тогда мисс махер коктейлем из-за коктейлем рассказать ты такой мисс махер я тебя привела на площадь труда боже мы будем трудиться вообще на благовещенской изначально естественно и здесь мы с тобой пойдем под землю о боже вообще план у меня был гауин дипа антеграунд новый хитяра до нам туда вот не а здесь друзья мои стояла церковь по проекту константина тона которую благополучно снесли просто праздник благовещения это праздник вот конного полка он же конно-гвардейский бульвар и собственно а вот кстати смотрите я ни разу поставили камень и и вот оно случилось во-первых я напоминаю что не остров новая голландия а острова их 2 а во-вторых уже вот на этом будет уставка памятник ушакову я думал это что-то в честь церкви это здесь будет стоять памятник ушакову но у нас принципе уже стоит памятник ему перед морским собором кронштадте но еще остойны почему бы еще да почему бы еда мне площадь труда вот это вот был благовещенская как хочешь значит что можно делать что мы в нашем формате естественно новая голландия на туда мы не пойдем потому что это вообще отдельная песня мы не пойдем в николаевском дворце проходят мероприятия на которые тоже можно в городе попасть просто когда спрашивают ну типа куда сходить в красивое он красивый сам по себе дворец но мероприятие там странноватые для целевой аудитории не знаю даже ну не нет наверное возрастной категории она просто ну какое-то совковое наверное как то так и здесь вот это место честно говоря не меньше меня радует потому что я вообще мне кажется где-то глубоко в душе я под застряла в районе 70-х и меня все эти подземные переходы вот эта розничная сувенирная торговля рынке она меня делает какой-то счастливый поэтому мы покажем трубу и естественно же пока но пока на гвардейском бульвару тек канал адмиралтейский что понятно новодел чтобы те самые леса из новой голландии доставлять наверх чтобы там было и леса и медведь это ты абсолютно правильно сказала мы куда идем вообще у меня не было задачи здесь пить я но мы ее оставили я хотя я хотела я хотела дойти до этого бильярдного клуба тогда в этом случае мы идем вот этот вот если он открыт паста фреско или фаста паста это еще детская что вот так в общем вот пропускает много кто а тут есть завтраки весь день от 170 между прочим такое вот понимаешь современными перроне там 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 песница разлуки нам там там цвета запоздал и есть здрасте есть нюансы но по-нашему с тобой пиво сидра и и вот и понятно но я хочу это место отрекомендовать как и дальнюю потому что отрекомендую отрекомендуем и бит а чё там у нас макар макароны макароны съедим паста дня на что за паста дня сегодня а все понятно тогда паста карбонара блан с печеные баклажаны томаты креветки брокколи строчителла печеные томаты качо и пепа салат салат да усвари печеные овощи со строчителла строчителла сыр такой не сегодня но хорошо ладно сальмонеллы ты в курсе что шавермо питерская не прошла проверку нигде 8 удивительно удивительно никогда такого не было и вот опять внезапно вы смотри яйцо бенедикт на тосте с копченой грудкой с авокадо сырники весь день смотри сырники есть потому что завтраки потому что супы и крем-суп из ботата и моркови домой ломается на посуду я плачу это святой спустился и все я хочу крем-суп из ботата и моркови она звучит да и хочу салат вот это Ну и вы же, наверное, тоже не откажетесь с кусочками пиццы. И пить пиццу? Груша, горгонзола, 4 сыра, песто цыпленок, ненавижу вот это вот с грушей, грушей, горгонзолой и с ананасами, с курицей. Это жесть, итальянцы могли бы убить. Выпало из кадра? Нет, песто цыпленок, песто цыпленок. Песто цыпленок, хорошо. Ой, смотри, вот это огнище. Что там? Там мелочь. Так, будьте добры нам, пожалуйста, крем-суп из ботата и моркови. Так, одну минуту сейчас я пойду на кухню, скажу. А мне как тут миленько. Миленько? Что там случилось? Долго выбирали. Все закрыто. Уходите. Уходите. Осталась только водка. Ну что, я предлагаю тогда, знаешь что? Ну сейчас надо бы выясним. Если они закрыты, значит закрыты. И так мы можем прощаться с вами, дорогой слушатель. Ну подожди, дай ты узнать. А вдруг? Что, тебе бежать надо? Просто скажи. Нет, 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 я думаю. Ты думаешь? Значит закрыто? Я вас слушаю. И снова здравствуйте. Хотел нахуй, но не получилось. Из-за вас я буду продолжать работать. Из-за вас придется пачки тарелки. Вот это все. Козлы пришли под закрытие. Крем-суп из ботата и моркови, пожалуйста. Если он есть под закрытие. Так, я раздеваюсь за 5. Салат, если таковой, имеется под закрытие печеные овощи со строчателлой. И большую пиццу песто-цыпленок. Вот. Так, все получается, да? У вас есть из напитков? Да нет, из напитков, наверное, уже, наверное, нет. А, и печенюшку маленькую вот такую. Две. Две печенюшки. Печенюшки-бетонюшки. Здесь, все здесь. Все здесь, да. Тысяча триста десять рублей. Мы можем вас авторизировать. Не, не надо. Он больше здесь не появится. Это больно, наверное. Авторизировать? Это же не чипировать, Паш. Да, нет. Все-таки я как-то, знаешь... Так, ну что? Я человек, ну, вы же говорили, что я не гей. Я не хочу авторизироваться. Понимаешь, там один раз авторизируешься, второй раз авторизируешься. Потом понравится. Я предлагаю, чтобы не терять время зря. Да. Зачем мы с тобой обычно занимаемся, да? Зря. Пока мы ждем эту амброзию, кстати, мне скажешь... А у тебя будет другой суп. У меня будет другой суп. Ну, ничего страшного. Я переживу эту трагедию. Мы не в ресторане высокой кухни. Как-то, да. В переходе. Напомню вам, чтобы вы не забывали, где вы. Да. Значит, во-первых, еще раз. 27 числа. В 19.00. В 19.00. В 19.00. У нас будет мероприятие. Мы уже провели некий пилот. Но здесь все будет немножко по-другому. Здесь у нас будет больше такая беседа. А это все данное. Можно? Спасибо большое. Всем воды. Всем воды. Всем воды. Воды. Всем. Да. Больше такая разглагольствующая тема. Но зато будут уже три участника на сцене. Я, Татьяна и Евгений Машенков. И мы действительно поговорим про то, что вот сейчас опять-таки очень пользуются популярностью. Значит, что, как, зачем и почему. С точки зрения каких-то, ну, в основном, конечно, Жениных воспоминаний. Ну, и, может быть, мы там что-нибудь подвякнем. Да, со своей стороны. Я думаю, будет огонь. Мы это все будем снимать. Да, вот человек Даниил организует нам это все. За деньги, естественно. Поэтому и билеты у нас продаются за деньги. Они еще остались? Да, да, еще остались. Более того, там есть такие НЗ, которые я берегу. Но если как бы вот эти раскупят, мы добавим. Потому что зал там, в принципе, вместительный. Где место встречи? На Казанской 7, значит, вот мы с тобой проводили в одном зале, а это напротив. Более большой зал. Там, где был концерт. Там, где был концерт, да. В прошлый раз. В этот раз будет наш концерт. А мы на сцене будем сидеть? Да, Татьяна. Мы будем сидеть на сцене. Вообще. Это уровень. Это уровень. То есть ты не будешь парить, конечно, над зрителями. Я возьму вейп. Ну ты возьмешь? С сигареты эти новомодные. А, вот это. А, то есть ты включил. Ты шутил. Это уже за 300. Ты понимаешь, надо быть более тупыми. Я пытаюсь всему свое время. Подожди. Шутки должны быть более тупыми. Я расту. Я как-то учусь. Ты как бы пытаешься все-таки вложить в них какой-то смысл. Это не нужно никому. Не надо. Бери пример с меня. Я учусь. У меня хорошие учителя. Все еще услышите. Поэтому, друзья мои, приходите. И если оно получится, у меня уже есть планы на следующего гостя. Я с ним, правда, еще не говорил. Он об этом не в курсе. Но, возможно, у меня есть уверенность на 90%, что он не откажет. Спасибо. Спасибо большое. Приходите. Мы планируем такие встречи делать нижемесячно, но там раз, не знаю, в квартал, скажем так. Должно быть увлекательно. Да. Дальше. Расскажи про себя, Татьяна. А что со мной? Вы опять эти истории мне рассказываете? Я уже все рассказывала. Нет. Ты же по-прежнему занимаешься не только тем, что воспитываешь дочь. Да, естественно. Я вожу экскурсии, я работаю. И знаешь, что делаю? Я сейчас тебе расскажу. Вот нет. Поэтому и расскажи. Что я делаю? Не только мне, а ты вот людям. Помимо того, что, значит, есть, естественно, телеграм-канал, в которые можно прийти, ссылки мы, я думаю, ставим. Я там делюсь мероприятиями, раздаю скидки на билеты в театры и прочие городские события. И сейчас я, знаешь, что участвую в конкурсе Лига экскурсоводов, это называется. Звучит так себе, но сам этот конкурс дал мне возможность, значит, для себя понять, что я хочу сделать чат-бот-экскурсию. То есть это тогда, когда ты сможешь просто покупать одиноразово эту экскурсию. И все, что нужно тебе – телеграм, телефон заряженный, а все остальное будет уже внутри этой программки. Ты заходишь до места, где нужно стартануть, нажимаешь «Старт», и далее тебя ведет… Это хорошая идея, это то, к чему я иду третий год. И третий год я не могу это релизать, потому что у меня материала, конечно, ту его хучу, но… Согласна, это просто именно, что надо сесть писать. В общем, короче, я в процессе, я вот к чему. В процессе, да. Пока что ее нет, не готова, то есть идея есть. И если сейчас… там есть просто программа, которая это делает, она… ну, когда ты первый раз разбираешься в ней, конечно, она такая… ну, надо разобраться. Не надо. У меня есть даже человек, который мне это все… А, ну, вообще, в твоем случае, да, тогда… Да, я попробую все-таки, да, я хотел сделать по Васильевскому острову, и, возможно, я все-таки это сделаю, потому что, ну, люди страдают, что, типа, они приезжают в середине недели. И что нельзя сходить. Да, нельзя сходить. Недорого. А даже, я иногда говорю, извините, и за дорого я вас не поведу, и извините, и прочее, прочее. Поэтому это хорошая тема. В этом плане мне тоже нравится это направление, как экскурсионное, поэтому вот вполне себе можно не пересекаться с людьми все больше и больше. Если… Сказала… Гид. Гид. Очень хочется. И, само собой, есть экскурсии. Ну, у меня есть доступные индивидуальные экскурсии, и я очень мало, когда собираюсь группами. Хотя такая возможность есть. Я не знаю, что меня останавливает. Возможно, погода подбешивает. Ну, и еще очень часто у меня в вечернее время невозможно. А дневное время на буднях, да, это не всегда чудесно. Выглядит очень хорошо. Салат састрочетеллы. Састрочетеллы, да. Младшая… Младшая подруга Сальмонеллы. Сальмонеллы, да. Ну, сейчас попробую. Так что… Так что… Рада радовать в индивидуальном порядке. Еще… Еще… Есть новости. Понимаешь, вот я сидела молчала, думала, что ничего не происходит. Ничего не происходит. Я пойду на следующей неделе получать капитанские права. Прикинь. Ты будешь капитаном команды Земли? Бежешь. Я буду катером управлять. Лодком в море, понимаешь? А у тебя катер-то… А, ну у тебя же есть мужик, наверное, скажи. Я найду. Долго, что ли? Смешной ты. Так, уважаемые мужики с катерами… Только давай не рыбака. К рыбакам претензий нет, но давай не рыбака. Это я тебе говорю, человек в переходе сидящий, понимаешь? Мужики с катерами, но не рыбаки. Которые… Да, на самом деле вовсе не обязательно мужика с катером, потому что есть… Можно просто катер отдать и… Можно просто катер отдать. Ребят, не усложняйте жизнь ни себе, ни нам. Да, салатик хороший. Капитанские права, собственно, что, зачем и почему. У нас большое количество судоходных компаний есть. Катера предлагают, сейчас начнется сезон. Я обожать, обожаю передвигаться в Питере по воде. И наконец-то решила, что… А что бы не встать за штурвал? Ну, встань за штурвал и… И, конечно, да… Поэтому вот план минимум. И хочу еще права на мотоцикл, но это чуть позже. И я не успею, наверное, в этом году. Так скажу. Танюха, ты скоро станешь… Ну, то есть ты, в принципе, мечта всех мужчин. А тут прокинь. Но скоро ты станешь мечтой, в принципе, всех мужчин. Да. Так, а представляешь, приеду… Все могу. Все могу. Да, я и на мотоцикле и прочее. Уйти даже могу. У меня все проще. Я не буду получать права на мотоцикл. Я знаю, что мне не надо этого. Не-не-не. У меня почему-то… Здравствуй, столб. У меня всегда как-то ровно дышала я. Причем, знаешь, какой я хочу мотоцикл? Я хочу не спортивный, который… Я понимаю. Я хочу что-то типа вот этих чоперов. Я не знаю. Какая-то пенсионерская какая-то история. Хочу ехать в Ялту с Якиным. С Якиным? Нет, если я все-таки в Штаты поеду, там, конечно, у курешей моих этих всех мотоциклов говна за баней. Тогда вот я, наверное, для этого я, может, получу права, чтобы там покататься. Однозначно. А здесь я просто, ну, я просто себя знаю. Я в какой-то момент, наверное, газану. А меня так и… Меня лично не бесит, когда они газуют. Я не хочу, чтобы я… В какой-то серии… Чтобы я был вот и среди тех, которые… В какой-то серии Южного парка таких людей называли пиндосами. Вот я не хочу быть пиндосом. Тех, кто газует. Да. Так что вот такие планы, вот такие новости, представляешь? Неплохой я человек. Нифига себе. Это мы выяснили под конец нашей с тобой экскурсии, можно сказать. Ну, у меня все проще. Да, экскурсии идут, друзья мои. Пожалуйста, все анонсы есть на сайте. Книжечки там же продаются. В Москву не знаю, когда я поеду. И вот пришла пицца, которую сейчас будут жрать все коллективные. Гарганзола, господи, не с курицей. Я думаю, что в конечном итоге с гарганзолой. От каждого по способностям, каждому по тарелочке. Да. И наверное… Спасибо большое, да. И вот… И имейте в виду, что мы скоро закроем. А мы сейчас… Уходите. И идите в баню. Мы постараемся быстро это сделать и уйти. Да. Ого. Не надо. Вы нас не обращаете внимания. Вы убираетесь. Мы сейчас быстренько доедим и уйдем. И уйдем, и уйдем, да. Спасибо большое. Да, 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 да. Не обращать внимание, но… Ну, знаете, я здесь… Ну, нахуй, это туда. Спасибо большое за внимание. Весь день они пооттарабанили. Естественно, просто пускали закрыться и уйти. Поэтому, друзья мои, все, что… Вся информация… Я помыла руки там. Поэтому всем спасибо. Мы сейчас быстренько это все сожрем и пойдем. Побежим. Да. А вам пока. Большое человеческое спасибо. Дай Бог вам здоровья.